добрый день друзья продолжаю свои украинские заметки хотел бы поговорить сегодня об истерии который нагнетается до сих пор нагнетается украинском обществе по поводу нападения россии я как готовящегося нападения россии когда еще собирался ехать в украину это первое половине лета постоянно видел новостях украинских и так сми вот такая информация проходила нагнетание истерии на россии хочет напасть там вооруженные силы россии концентрируется границ украины и думаю что такое вообще сколько можно неужели в это кто-то верит вот сейчас я внутри украины и что я могу сказать по этому поводу ну во первых да удивительно но сми это продолжает не очень активно немножко истерия спала понятно порошевковские каналы периодически об этом напоминать но в том числе вот и каналы которые президенту подчиняются или люди которые симпатизируют президенту новой власти тоже вот некоторые сми и каналы такие у них раздаются голоса что россия может напасть вот когда быть готовыми для расслабляться об этом даже анатолий шарив снял свой сюжет а давайте немножко посмотрим его кусочек этого сюжета а потом я вам расскажу как я это ощущаю внутри напряженность или нет привет привет дорогие друзья смотрите 6 лет нас кормили говнецом ну кормили подкармливали регулярно на нас собиралась нападать российская федерация об этом регулярно говорил турчинов турчинова сейчас в окружении зеленского нет но кто остался смотрите и что что они теперь делают что делает сейчас зеленский что делает власть то есть это как бы фол последней надежды вы знаете когда ты понимаешь что гол забьют в любом случае тогда происходит фол последней надежды это когда бросаешься бьешь по ногам кусаешь ну и так далее да и то есть по-любому будет пенальти но это фол последней надежды называется он пенальти может еще не забьют вот а здесь ты делаешь все для того чтобы не вкатили смотрите передо мной материал удивительный называется не время расслабляться не время расслабляться ну таких лучших традициях знаете враг не дремлет на самом деле ты смотри не забывай потому что вдруг может быть тебя попустили вот эти вот рассказы турчинова о том что там завтра уже нападут и так далее не время расслабляться написал ее якобы написал автор написано в валерий кондратюк глава службы внешней разведки да здесь есть такая графа статьи авторов если мы переходим на статьи авторов мы конечно не находим больше никаких статей этого великого автора которому вдруг внезапно захотелось написать статью не время расслабляться враг не дремлет да и опубликовать ее в зеркале недели которая сейчас полностью подконтрольна офиса президента которая является погремушкой офиса президента да и мы начинаем читать и сразу же в принципе понимаем разведка назвала главные внешние угрозы для украины гибридная война вооруженный конфликт агрессивная политика россии в отношении внутренних социально-экономических политических процессов украине попытки кремлевской власти подорвать основы поддержки нашего государства на международном уровне это по оценкам службы внешней разведки главные угрозы для украины у службы внешней разведки оказывается вы не смотрите на лицо этого гражданина он на самом деле очень умный человек и у службы внешней разведки есть какие-то свои мысли мысли по поводу того что намеревается делать российская понимаешь военщина вот видите чтобы не быть голословным внимательно вы смотрели этот материал то там статья этого вояки украинского было значит датировано первым августа это свежие новости до сих пор пытается власть как бы нагнетать ситуацию почему это делается да потому что ничего не получилось вообще в российской обществе я не ожидал такого разочарования в зеленском ни один президент пока я всех пережил тут в украине президент не отметился таким резким падением рейтинга как зеленск такого разочарования как зеленском не было ни в ком он вообще как бы самоустранился запугали вы что ли так что такой ситуации конечно выбора выход только один и напугать надо россия нападет поэтому может быть люди поверят в этой продукты по голосу я что-то в это не верю вообще вот я хожу по городу вильнец и смотрю общаясь с людьми и знакомыми мало знакомыми честно говоря на это вообще не утопать то ли это лето хотя в этом году украинцы особо то на море и не едут коронавирус я потом расскажу про коронавирус как он здесь переживается и в россии но в целом апатия не верят уже люди большинстве своем люди не верят просто никакой нападение россии все умные люди давно понимают то россия уже все стратегические цели достигла территории крыма россия может контролировать чуть ли не пол европы конфликт на донбассе гарантирует россии что нато в украине будет а зачем украина россии понятно вкладывать сюда миллиарды долларов чиню это еле подняли сейчас в россии самой непростая ситуация чудо давайте отрежем такой огроменный кусок украины которая с размером с хорошую европейскую страну с пол франции и будем меня обустраивать это не нужна на россии украина это в принципе все в украине я насколько понимаю люди это понимают что никто не верит и вообще люди хотели мира когда за зеленского голосовали надоело это всем люди хотят нормально пожить при своей жизни а сейчас люди мне кажется поняли что при этой жизни большинству из них пожить хорошо не удастся вот такая проблема это люди думают больше как уехать за заработать денег за границу молодежь тоже думают все про за границу и вообще многие люди вообще честно говоря признаются что как бы предполагают распад украины я удивляюсь раньше такого не говорили а сейчас полагает распад потому что националисты как бы запад украины они никогда с россией не примиряться не полюбят ее восток не хочет этого такой ненности к россии испытывать хотят люди торговать и жить нормально сотрудничать вообще хотят мира как бы как это соединить непонятно вряд ли у этого получится у кого-то и вот некоторые даже говорят о том что скорее всего украины распадет и вот такой я конечно не утверждаю это потому что это будет катастрофой и пострадает много-много людей пусть уж она так вело текущее загнивание происходит но вот такое ощущение кого-то вело текущего загнивания и потери интереса вообще к политической жизни ко всему были молодежь это не очень интересует да есть патриоты еще которые заходят даже уверены под этим роликом будут писать что россия там напал и все такое и заходит иногда как комментарии но их мало по сравнению с тем как было первые годы после майдана это вообще это в разы просто их стало десятки раз меньше в общем апатия вот такое у меня ощущение от украины и никто не верит в нападение 3 не будет его понятно угодно людям поэтому целом ситуация такая как я вам описал и поэтому верить смеи которые об этом трубят нет ни какого вас доброго